ну ладно я сказал очень много вам пора уже задавать мне вопросы потому что тема очень сложная и мы очень много обсудили это называется правильное отношение к себе мы начали с того что человек не может себя любить он должен правильные поступки в жизни совершать и бог будет высвечивать к нему свое отношение если человек это отношение принимает тогда он будет себя любить уважать я допустим раскаялся уважаю себя принял судьбу уважаю себя сделал хороший поступок уважаю себя уважение к себе означает бог тебя уважает они ты сам себя это надо понять но если человек пытается себя уважать по-любому корчит из себя что-то значит это искусственно и это все просто смешно а бывает еще что человек много добрых дел в прошлом делал он стал очень сильным этот человек стал сильным у него очень большие возможности в жизни он очень сильная личность знаете этот добрый дел живет прошу почему люди бывают могущественными любви знаете только от добрых дел в прошлом поэтому любого могущественного человека надо уважать хотя бы за его добрые дела в прошлом справиться ли он со своим могуществом потому что могущество это самый трудный экзамен если человеку наделяют большими деньгами большой славой большими возможностями властью справиться с этим практически невозможно практически невозможно очень трудно нужно иметь наставника который каждый день тебя будет воспитывать учить мало кто на это пойдет когда у тебя слава деньги власть ты не зачем тебе нужно на станке сам всем наставник поэтому человек рушится как личность его чувство собственного достоинства становится превращается в гордость то есть смотрите что такое гордость этот человек опирается на свое достоинство и считает себя лучше других он становится сухим жестоким лицемерным понимаете почему потому что он опирается не на бога и не на совесть с оценки себя а на свои достижения это называется гордость сколько бы человек в жизни не достиг это является его испытанием деньги это испытание слава испытания власть испытания но даже если человек испытуем этим всем мы не должны его осуждать потому что неизвестно чтоб с нами было если мы так испытывались понимаете если человек старший надо всегда его уважать а если ты не можешь его уважать иди ищи себе другого старшего допустим ты работаешь где-то начальник тебе не нравится ищи другого или уважай этого вы решили здесь все одинаково значит никто не может справиться с этой силой которая называется власть деньги и слава никто не может справиться тогда прими эту жизнь и уважай всех кто сильнее тебя но если ты это все понимаешь сам когда наполнишься благочестием добрыми делами таким не становись становись хорошим означает просто используя это в служении людям не гордись этим всем не гордись если будешь гордиться то вот какой результат будет грозный коммодор грозный коммодор в грозный коммодор в грозный Страшно? Это так испытывает жизнь нас. Человек может накопить очень много добрых дел. Все добрые дела идут в гордость, если мы не хотим служить другим, а просто гордимся ими. Вот всё, что угодно. Смотри, человек бросил курить. В результате, как он воспринимает курильщиков? Плохие люди. Гордость. Бросил есть мясо. Все остальные, кто ест, кто? Мясояды. Гордость. Допустим, сохранил верность жене, друг начал гулять. Нет. Гордость. Любой благочестивый поступок, и мы сразу гордимся. Чуть-чуть лучше стали, чуть-чуть там человек прыгнул, начал плавать, другой не может. гордость. Ну, то есть, гордость всегда, когда мы что-то делаем, аскетские какие-то совершаем, гордость приходит в нашу жизнь незаметно. Сама. Интересная вещь происходит. Есть многие ребята, ректора молодые, начинают читать лекции. Чуть-чуть. Ну, то есть, такие талантливые, хорошие ребята, занимаются работой над собой, есть что сказать людям. Чуть-чуть популярность появилась, чуть-чуть, вот совсем немножко популярность появилась. гордость бросает жену, находит себе поклонницу. Почему? Гордость. Не выдержал испытаний. У человека вообще есть три испытания в жизни. На чем я остановился? Три испытания, да. Сначала страдание, это огонь. Вы знаете эти все три испытания. Это огонь. Человек горит, тяжело жить. Почему? Потому что он не выбрал путь. Он не работает над собой. Поэтому судьба его мучает. У него нет силы принять ее, она его мучает. Когда принял, уже не мучает судьба. Знаете об этом, нет? Когда кухня грязная, ходишь вокруг, думаешь, как же кошмар, какая кухня грязная, что же делать? Начал мыть, все нормально. Вроде бы трудишься, тяжелее жить. Ну, все хорошо, проблем нет. Сначала огонь, да? Потом вода. Чуть принял судьбу, начал работать над собой. Что такое вода? Вода — это деньги. Течет все время вода. Не останавливаются они. Чуть-чуть стал лучше, развитие, появились деньги сразу. Если прилип к деньгам, все, значит, унесла тебе вода. К страданиям прилип, сгорел. Я мученик, хорошо, мучайся, сгорел. К воде прилип, унесло течение воды тебя. Жену бросил, детей бросил, поехал на Майами. Улетел, уехал, унесла судьба тебя. Не смог удержаться на ногах. Понесло тебя. Одна тетка, вторая тетка, яхты. Все, нет жизни, человек. Поплыл. Третье испытание, медные трубы. Что такое медные трубы? Слава. Деньги смог, как бы деньги отдал людям, начал добрые дела делать. Что получилось? Слава. Медные трубы, как надо принять? Отдать старшему все. Не надо думать, что ты такой великий. Ну, то есть, чувство собственного достоинства всегда надо удерживать внутри себя. Это называется скромность. Настоящее чувство собственного достоинства. Скромность. Она, возможно, удерживаться, если у тебя есть старший наставник. Если нет старшего, хотя бы просто слушай лекции, пытайся как-то советоваться с друзьями. Ну, в крайнем случае, жена, когда орет на тебя, ты слушай, что это все правда. Или муж, допустим, кричит, скандал идет, говорит, ты такая-сика. Это все чистая правда. Принимай. В этом случае, тоже наставление хотя бы от близкого человека принимай, когда он кричит, на тебя ругается. Все, вот откройте, всю правду скажет про тебя в этом момент. Слушай внимательнее. Принимай. Редактор субтитров А.Семкин,